Мое академическое образование – это образование историка, но к тому времени, когда я закончил университет в Швеции, уже не нужны были учителя истории, так как так называемое поколение «бэйби-бумеров» заняли все штатные должности, и мне пришлось искать работу где-то еще. Поэтому вместо этого я пошел на дипломатическую службу. Я был, в частности, дипломатом в Ханое после окончания Вьетнамской войны, а потом я служил в Женеве, потому что мы понимаем, что шведская дипломатическая служба, как и шведский МИД, очень маленький по размерам, но при этом мы вынуждены покрывать огромные расстояния, поэтому, естественно, меня помотало по странам. Потом я писал как журналист, тем не менее, мне хотелось иметь семью и детей. И при этом дипломатическая служба весьма консервативное учреждение. И в конце 70-х годов дипломаты не могли заниматься, по большому счету, семьей. Согласно шведскому законодательству, отцы имеют право на отпуск по уходу к детьми, но МИД мне не хотел его давать, и поэтому я ушел работать в академический центр. Я занимался, значит, какими-то, собственно, своими служебными обязанностями, соединяя это с заботой о семье. Поэтому работа в этом сингтанке, в этом интеллектуальном центре, вполне соответствовала тогда, в 80-е годы, моим устремлениям. Потом я стал работать в Министерстве финансов. Министерство финансов Швеции и перешел на службу в Шведскую ассоциацию региональных властей, а затем перешел в один из крупнейших профсоюзов Швеции, главой исследовательского центра. Тем не менее, я всегда оставался историком. Несмотря на все эти должности и ведомства, я оставался историком, несмотря ни на что. Однажды меня пригласили на конференцию с участием молодых шведских специалистов по истории, и, в частности, продумал свое выступление и сказал им, что мне не удалось получить должность историка, но при этом я всегда во всех своих министерствах и везде, где я служил, безусловно, получал преимущество в своем историческом образовании. Пожалуй, наиболее правильный вопрос, который мы вынуждены задавать, это как это произошло, почему то или иное выглядит так, а не иначе. Поэтому, когда мы, например, вспоминаем события 1956 года или 1982 года, вы вдруг начинаете думать, и в уме вашем всплывают различные тектонические плиты, проблемы, которые вставали в истории перед теми или иными группами людей. И так, посредством такой оптики определенного расстояния, с которого мы рассматриваем ту или иную проблему, мы вдруг понимаем, что, может быть, у нас есть какая-то альтернатива, можем подойти к решению той или иной проблемы по-другому. И тогда мы возвращаемся к идеям, которые были отвергнуты 30, 40, 50 лет назад, но сегодня стали технически осуществимы по причине, например, технологических сдвигов или эволюционных изменений, которые позволяют нам делать вещи, о которых даже не могли помыслить наши родители или деды. Лена пригласила меня на этот семинар в 1996 году с программой, которую я, безусловно, прочитал с большим тщанием. И я обратил внимание на то, вот на этом семинаре вы будете, в частности, говорить о ретроспективном анализе событий 2017 года, между, в частности, февралем и октябрем. И я подумал в том числе о том, что, может быть, и сам могу добавить что-то к этой теме 2017 года и попытаться описать, каков был 2017 год в Швеции, как мы подошли к 2017 году и, значит, какова была последующая траектория развития этого государства. В известном смысле мы действительно наблюдаем сходство между Россией 2017 года и Швецией 2017 года. Можно даже сказать о связи, потому что, как известно, на пути в Россию Владимир Ульянов задержался в Стокгольме и даже купил новый костюм или пиджак, значит, прежде чем поехал дальше в Петербург. Но, пожалуй, не только в этом сходство между российским и шведским опытом 2017 года. На нас оказывало воздействие тот же экономический кризис, очевидно, не столь глубокий, как в пораженных Первой мировой войной странах, но и в Швеции наблюдалась высокая инфляция, так как высшие классы шведского общества экспортировали значительную часть продукта, национального продукта, в воюющие страны, в том числе пищевые продукты, продукты питания и ресурсы. И поэтому 2017 год для, например, шведов запомнился страшным с точки, например, нехватки картофеля. И хотя в Швеции не такая зависимость от картофеля, как в Ирландии, тем не менее, страны народа были ужасны. И радикальное политическое движение в лейбористском движении Швеции было очень сильным, которое требовало радикальной смены правительства. И тогда мы фактически встали перед революционной ситуацией в Стокгольме и в нескольких небольших городах. То есть ситуация была взрывоопасной. Король собрал саквояж и собирался уже в Германию. Это было вот так настолько худо все. То есть люди действительно стояли на пороге революции. Событий кровопролитных и очень тяжелых. И некоторые из социал-демократов как раз таки в то время, весной 1917 года, отправились в Петроград и вернулись из Петрограда вполне исполненные энтузиазма, увиденным после февраля и марта 1917 года, предположив, что может быть и нам здесь в Швеции следует пойти этим же путем. Однако, история развивалась в Швеции совершенно по-другому. Отчасти, быть может, благодаря вам. Взрыва в 1917-м не произошло. Фактически кипящий котел не взорвался, а кипящая вода утихомирилась. И нам удалось преобразовать эту ситуацию в то, что я мог бы назвать парламентской драмой. Парламентской драмой, которая поддерживалась огромными демонстрациями и протестными маршами на улицах, но развивалась эта драма в стенах парламента. И в связи с этим следует сказать, что правые политики, которые тогда находились и фактически господствовали над верхней палатой двупалатного шведского Рейхстага, сражались за дальнейшее влияние. Но правые партии фактически уступили. Уступили левым партиям и позволили им без борьбы фактически взять верх в верхней палате. Отчасти потому, наверное, что они ужасались событиями России. И в этом смысле, на мой взгляд, Россия помогла шведской демократии выстоять косвенным образом, позволив убедить правых политиков в том, что им необходимо пойти на демократические преобразования. Демократические преобразования подразумевали техничные, весьма прозаичные по-шведски реформы. Потому что вопрос в общем-то стоял в первую очередь о выборном праве, о праве голоса в муниципалитетах. Потому что именно муниципалитеты избирали верхнюю палату парламенту. И именно это давало влияние правым партиям. С 16 века в Швеции сильное местное правительство. И поначалу мы пытались достичь консенсуса, но в 18 веке, уже в 18 веке были введены муниципальные выборы. И на муниципальных выборах голосовали не отдельные лица, но целые фермы или фермерские хозяйства. А фермы были разные по размеру. Поэтому фактическо число голосов давалось по размерам данного хозяйства. А если перенести это в современные, например, 19 века муниципальные выборы, то мы видели фактически шкалу таких избирательных участков, в соответствии которым, например, 40 голосов давалось богатым хозяйствам и только один, например, бедному. И какие-то люди фактически были непредставлены вообще. Однако подобная шкала фактически обеспечивала правое большинство в Верхней Палате Парламента. Поэтому, когда эта система была отменена и были введены равные, прямые, всеобщие, муниципальные выборы, которые, когда эта трансформация была совершена, то это привело к радикальной демократизации шведского парламента и позволила лейбористскому движению Швеции или социал-демократическому движению получить парламентское большинство. Не сразу, правда, но уже к 30-м годам эти социал-демократические силы стали ведущей партии в образующие правительства. И по большому счету на протяжении всего 20-го века социал-демократы играли доминирующую роль в шведской политике. Это один аспект, в котором можно сравнить историю 17-го в Швеции и России. Второе обстоятельство. Когда Юра и Лена пригласили меня в школу в этот раз, они просили меня поговорить о так называемом шведском социализме, потому что в 90-е годы, когда я впервые приехал в школу социализм, как тема был достаточно живым предметом в российском политическом пространстве. И Лена и Юра просили меня рассказать о шведском социализме. Простой очень ответ на это. Что такое шведский социализм? Шведский социализм это высококонкурентный капитализм и ничего больше. И это в первую очередь тоже связано с рабочим движением. С рабочим движением это связано еще и потому, что, как сказала Лена, в 19-м столетии Швеция была беднейшей страной в европейском захолустье. Действительно, нашим большим преимуществом был высокий уровень грамотности и относительная социальная мобильность шведов, которые могли переходить из одной отрасли промышленности в другую, из сельского хозяйства в город, из сельских местностей в город и далее. Кроме того, в Шведии были достаточно разумные банкиры, финансисты, которые фактически обеспечивали смазочные материалы для шведской экономической машины. В континентальной Европе, как известно, господствовали банки немецкие, французские и английские, и поэтому во многих центральноевропейских странах попросту не развилась независимая финансовая система. Однако Швеция, благодаря достаточно современно мыслящим банкирам и финансистам сумела финансировать достаточно высококонкурентные отрасли, вспомним компанию Ericsson, Alfa Laval, Volvo, Scania, которые фактически финансировались именно шведскими банками, именно шведскими финансовыми дельцами. То есть это можно сказать был такой дальновидный капитализм. однако одним из предварительных условий этого было то, что Швеция была страной со свободой торговли. Мы не отказывались и не отвергали воздействия из-за рубежа и не отказывались от экспортных возможностей. Швеция была также страной весьма прагматичной или даже оппортунистической. Мы безусловно придерживались нейтралитета и это для нас было с определенных спор важным принципом. Известно, что при войнах Швеция продавала всем воюющим, экспортировала во все воюющие страны и тем самым получала выгоду торгуя с воюющими странами с одной и с другой. Это в частности позволило Швеции иметь огромное представительство и сегмент бизнеса в Российской империи. В частности, когда немцы постепенно уходили из России и шведы занимали их место. Это произошло еще даже до Первой мировой войны. Речь идет о Нобеле, о Батласе, Дизеле, Альфа, Лавале и других компаниях. Однако, если кому-то хочется быть успешным капиталистом в маленькой стране, это означает, что вам не дано попросту не вправе оскорблять своих работников. Этим отчасти объясняется развитие мощного профсоюзного движения в Швеции. И мы видим это на очень ранних этапах развития. И после этого были образованы социал-демократические партии. То есть у нас очень были сильные централизованные профсоюзные движения, была еще социал-демократическая партия, которая набирала позиции все сильнее и сильнее, а также получала возможности быть избранной представленной парламентой, когда снизилась поддержка электоральных правых партий в 18-19 году. Интересно здесь что, что с самых ранних сроков профсоюзы коллаборационировали, сотрудничали со своими работодателями. то есть у нас были конечно забастовки во время первых части нашего промышленного эволюции, но постепенно мы дошли до такой стати, когда у нас были определенные нормы и процедуры для ведения переговоров между профсоюзами с одной стороны и работодателем с другой стороны. Почему? Потому что осознали, что мир на рабочем месте способствовал отсутствию нарушения в производительности труда. И в силу этого был необходимым условием для обеспечения достаточной производительности, обеспечения экспорта. Поэтому профсоюзные движения в Швеции понимали, что им помогает как раз успех экспорта тех стран, которые являлись работодателями, поскольку преимущества от экспорта на них накладывали налоги социал-демократические правительства и передавали полученные деньги на развитие общества всеобщего благоденствия. Концепция государства всеобщего благоденствия, то, что называется по-английски welfare society, welfare это еще соцпотяжка. Как я на одном семинаре, в котором я был в школе, я был там же с Блордом Скидельским выступал, а он написал знаменитую биографию Джона Мейнерда Кейнса. Но Скидельский и я следим за российскими новостями, потому что в тот момент шла забастовка на тракторном заводе где-то там в России, то есть где 30 тысяч человек работали на этом заводе. И когда вот этот тракторный завод закрыли, тогда работники вышли на забастовку и заблокировали железнодорожные сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом для того, чтобы привлечь внимание к своим требованиям. И для меня вот это было очень интересно, потому что в известной степени революции, революция 1917 как раз заморозила развитие собственного всеобщего благоденствия в России и социального обеспечения. По сути, вы застряли в дореволюционной системе, где социальное благосостояние было обеспечено определенным образом, когда именно та форма, которая вас нанимает завод или фабрика, ваш работодатель давал вам необходимое социальное обеспечение и страховку. Поэтому вы должны были остаться на рабочем месте вот в этом заводе, фабрике. Для меня это казалось, то есть людям опасно уходить с той работы, где у них есть. Мы же шли другим путем в 1930-е годы и позже. Мы разработали так называемую систему социальной поддержки. Она не зависела от того, в каком месте у вас работа. Мы создали общегосударственное, то есть, которое оказывает, охватывает всю социальную поддержку во всем, во всей стране. То есть, в которой оказалась и забота о пожилых людей, обеспечение школьного образования, детские сады, социальная поддержка. То есть, это должно было государство на уровне муниципалитетов оказывать, потому что в силу этого рабочая сила становилась независима от своего работы датсера. То есть, можно было легко уходить с одной работы, уходить на другую. Нас, конечно, постигали кризисы в 1970-м году, когда наши судоверфи просто прекратились существования буквально за несколько лет. Но в то время, как у них были огромные социальные беспорядки во Франции, где события расходились схожим образом в 1970-х годах, те люди, кто работали в Швеции на судоверфях, конечно, они были расстроены из-за того, что теперь они потеряли работу. Они при этом прекрасно знали, что, скорее всего, они останутся безработными буквально пару месяцев. И вот эти пару месяцев, когда они будут без работы, они будут получать пособие по безработности за счет вот той страховки, которую государство должно было вот, собственно, давало эту страховку по безработице, они получат бесплатное переобучение, то есть всем профессионального переобучения, которое как раз специально биржа, как у нас в России называемые органы, занимающиеся безработными, после чего они найдут работу на Вольво. Так и случилось с большинством уволенных. И тогда у них будет, конечно, это социальное обеспечение, социальная поддержка, которая никуда не уйдет. потому что оказывала ее не верфь, обеспечившая вот это, а государство. И вот это очень важный урок, поскольку в современном обществе работа может быть сегодня, а завтра ее нет. Вот это следствие технологического развития. и когда я отвечал за обзоры среднесрочной шведской экономики, мы провели исследование, чтобы посмотреть, сколько рабочих мест были, каждый год терялись в частном секторе Швеции. И ответ был такой, порядка 20-25% всех рабочих мест за один год убывают. Но что происходит? Возникают новые места, где люди находят работу. То есть, мы видим вот эту социальную мобильность рабочей силы. И вот эта мобильность, это что-то такое, что по отдельности каждый работодатель не заинтересован в обеспечении. Поэтому, если вы желаете институты, чтобы у вас были механизмы, которые вы бы обеспечивали мобильность и возможность переезда, которая обеспечивает, что у вас будет необходима рабочая сила в новых развивающихся отраслях экономики, тогда именно государство должно принять на себя ответственность за это. И именно это и произошло в 1930-е, 40-е, 50-е годы в Швеции. И этим занималось политическое крыло от родового движения в Швеции, а именно социал-демократическая партия, которая приняла на себя ответственность и создала это. Но это вовсе не значит, что у нас нет никаких проблем. У нас в 70-е, 80-е годы были годы, когда наша модель подверглась большому испытанию. То есть у нас было очень высокое налогообложение, то есть налоги могли доходить до 55-60% заработка, это, знаете, многовато. И у нас были проблемы с пропусками, люди прогуливали или не являлись на рабочее место. Мы беспокоились о том, что многие из наших крупных предприятий, которые являются крупными работодателями, устаревают технологически. Мы боялись, что они просто идут на спад, и мы просто не видели, что именно может прийти на смену. Но я думаю, Лена в известной степени указала как раз на то, что и частично объясняет ситуацию. А именно, когда у вас есть высокий уровень образованности населения, тогда люди могут сами адаптироваться. Порой они адаптируются куда как более эффективно, чем политики или журналисты, или кто угодно склонен думать, или даже социологи, такие, как я сам. Поверьте, люди куда как умнее, нежели мы о них думаем, чем мы порой склонны полагать о них. И что произошло? Произошло то, что мы пережили ужасный кризис. Ужасный кризис в начале 1990-х годов, когда наш Центральный Банк как раз прославился тем, что они наложили так называемый за... буквально за один день они процент по кредиту повысили с кредитной ставкой до 500%. А это, знаете, в цивилизованном западном обществе было просто делом неслыханным. Но именно из-за этого травматического опыта, который мы пережили, мы должны были полностью пересмотреть многие из тех институтов, которые у нас есть на нашем трудовом рынке. То есть нам пришлось сделать полное обновление той модели, которая позволила нам легко справиться с тем кризисом, который мы переживали. Ну и, конечно, нам помогло кое-что еще, а именно, что пошло нам на пользу. мы очень, знаете, много детям позволяем, когда их воспитываем. То есть вот воспитание детей в Швеции, знаете, мы им позволяем всякие разные вещи, которые мои коллеги-дипломаты из других странах, в Женеве, например, базирующиеся, они просто шапкированы такой расхлебанностью родителей. То, что мы соглашались принимать от своих детей, отсутствие строгости по пустительствам. И вот в 80-е годы что произошло? Было введено так называемое личное... Появились персональные компьютеры. И именно тогда все мои коллеги, которые тоже купили себе компьютеры Apple, когда они только пришли на рынок, появились у нас, но они что сделали? Установили, просто заперли их. И сказали, что только взрослые в семье, только взрослым разрешено прикасаться к компьютеру. В то время, когда шведы покупали в семью персональные компьютеры, мы двери ведь не запираем, у нас вообще не принято дома собирать жилье. Поэтому дети вот все время болтались рядом с компьютером, все время играли с компьютером. И что произошло? Это произошло что-то такое, что детей наших заняло. А мы тем временем освободились и могли делать какие-то другие вещи, пока наши дети занимались компьютером. Но оказалось, что 20 лет сестя у нас оказалась самая инновационная электронная промышленность в мире. То есть я что хочу сказать? Вот Skype, Spotify, да что угодно придумают. Все вот эти вещи, они как раз были придуманы в Швеции, если только не из Финляндии. В Финляндии была в то же самое приблизительное время они переживали такие же вещи. Поэтому порой есть культурные такие особенности вашего общества, но если вы достаточно либеральные, то они могут быть таким скрытым благословением. Вы и не думаете, что они окажутся для вас благословением, но оказывается, что они могут вам помочь. И нам очень помогло что? Наши собственные дети. И мы очень признательны нашим детям за это. Доброе утро.